Друзья, всем-всем привет! Вот даже сегодня некогда было снимать. Только приехали из Купина. Полдня были в Купино. До обеда что-то мне было тоже некогда. Я была в огороде. Там полола. Тут давай быстренько собираться. Пока в доме подобралась. Туда-сюда. И поехали в Купино. У нас был прием на 2 часа. А зашли в 5 часу. Представляете? Ну полдня там проторчали. А врач принимал. Мы больше ждали врача. Врач принимал ровно 50 минут. Трех человек принял. Волчком встал. Ушел все из концов. Пришлось обращаться к медсестре. Вот медсестра нам помогла. Ну и все. Вышли из поликлиники. Я брала с собой бумажку. Записала вчера, что мне надо. О, набрала. Алатар купила. Даже две. Записала, думаю, чтобы не забыть. В этот магазин зашли. Ну, где вот это все продают. Хорошо, мне надо ехать. У нас поликлиника, считай, на краю. Ну, мы заезжаем. Она у нас в начале, как бы получается. А кто с другой стороны едет, на самом краю получается. В город мы никуда не проезжали. Вот с поликлиники вышли. Зашли в этот магазинчик. У нее здесь и отрава, и там какие-то вещи. И цветы. В общем, все там продают. Ну, я зашла, спросила. Есть Алатар? Есть. Вот две витрины полным-полно всякого всячины. Всякого-всего-всего. Ну, достала она мне Алатар. По 18 рублей. Для борьбы с насековыми вредителями. 5 миллилитров. В общем, уничтожает 28 видов вредителей. О, спасибо мне, Светлана, по-моему. Подсказала, чтобы купить. Пишут мне, а я забываю, кто. Так, потом что я купила? Вот это она нахвалила. Интоцем. Я не знаю, что такое. Говорит, от сего. От сего защищает урожай убойная сила. Двойной эффект. Для уничтожения насекомых, вредителей в садах, огородах, теплицах. Сильно, говорит, хорошее. Ну, сама продавец. Новое, видно, изобрели. Написано новый. Ну, я купила. Сколько же он стоит? Ну, тоже рублей, наверное, 20. А Алатар интересно, да? Вот эта пачка стоит 18 рублей. Вот эта уже 20 рублей. А следующая у нее уже 21 рубль. Говорит, с каждым привозом на рубль, на рубль, на рубль добавляется. Потом купила, я говорю, дайте мне такое удобрение, когда уже есть плоды, и их чем-то подкармливают, ну, чтобы урожайность была, не знаю, чтобы плоды были. И она говорит, купите вот селитра калевая, удобрение для подкормок любых культур. Ну, у нее там большие есть эти. Это, говорит, прыскать по листу. Вот, селитра. Сколько здесь граммов? 20 грамм. На 10 литров, наверное, или как? Тут надо, ой, как я тут буду читать? Я ничего тут не вижу. Мне надо, знаете, что купить? Вот такую еще лупу рассматривать. Мамочки родные. В общем, говорит, оно очень хорошее, хорошее для, ну, побрызгать по листу, и урожай будет в оглоблю. Потом что? Против. Я говорю, если, например, у меня один год было, вершинная гниль была у помидор. Вот. Я чем-то, я уже забыла, что-то покупала, подсыпала под. Доломитовая мука, что ли? Что-то такое вот я подсыпала и чем-то проливала. Но все равно как-то оно не очень помогло. Вот. Она говорит, вот, ридомил против фитоптороза. Я говорю, да у меня не фитоптороз, наверное, по-другому называется. В общем, говорит, так, 35 рублей от картофеля, томатов, огурцов, лука. Ну, фитоптороз, я так понимаю, это вообще что-то все растение гибнет. В общем, я взяла на всякий случай. Но у меня не было фитоптороза никогда. Обычно же в теплицах оно, наверное, бывает. Вот. 35 рублей. Не знаю, как разводится. Может, и не пригодится 100 лет. У меня же нет никаких отрав. Один интовир. Я как-то не особо увлекаюсь и не особо, как сказать, закупаю вот эти все селитры, всякие эти. Мне кажется, лучше крапивой вот кормить. Крапивой. Потом чем? Пометом куриным. И все. И будет тебе урожай. В общем, приехали. Сейчас ко мне еще должны приехать со стеклянного, что нам молочку привозят. Овина-сетра. За зерном нам нужно приготовить это. Кировское колесо там открыть. А я же там понасадила, и вокруг колеса у меня там кабачки, а тут помидоры. Как-то нужно шифер аккуратно снять, чтобы набирать зерно. Ну, я птицу никакую брать не буду. Зерно у меня останется. Зачем оно у меня? В этом году птицу никакую брать не буду, потому что сейчас вот... Завтра будем звонить, на какое число назначат Вови на химию. Это опять надо будет ехать. А ехать надо дом бросать, эту птицу бросать. И кто за ней ходит. То я рано утром встану и скорее до цыплятам, что у меня было там, скорее управляться. А так уедем, и все, и все колок здесь встанет. Ну и все. Сейчас пойду посмотрим. Сейчас я вам покажу, что я наделала там с утра в огороде. Полола, рано-рано встала и пошла, потому что у нас обещают дожди сильные. Даже сегодня прислали МЧС из градов, не дай бог, конечно. Ветер, дожди. И я говорю, нужно немножечко хоть подрыклить. И я вот подрыклила там капусту. В общем, ту сторону почти всю подрыклила. Да не почти, а всю. Даже подсолнухи пропололо. Осталась вот эта сторона. Чернушка у меня осталась тут. И морковка. И та картошка. На той стороне. Окучить ее надо. Она так хорошо поднялась. Как мы ее пропололи, она поднялась так хорошо. Ее нужно окучить. И все. И скоро она и зацветет. Она с каждым днем сейчас растет, растет, растет. Но у нас прохладно. Там когда-то я наперед смотрела. Два дня будет ночью по 8 градусов. Представляете, как холодно. Это растениям, наверное, будет холодно. Огурцам, дыням. Вот какие перепады. Жара, прохлада. А ночью таки холодно. Прямо 8 градусов. Еще в доме придется печку топить. Печка же остывает. Идет стопить. Ну все, пошлите в водород. Друзья, ну я вот эту сторону полностью вот. Между грядок. Все пропололо. Все-все-все между грядок пропололо. Дальше сюда пошла. В общем, свеклу. Капусту, картошку, перец. Ну все, что здесь есть. Капуста. Вот у меня в капусте кабачки. Ой, кабачки, говорю эти. Ноготки растут. Я вон, видите, их много, я их поставляла. Они прям как понасеянные лезут и лезут. Вот эту картошку мы окучили. Здесь пропололо тыкву и семечки. Вот этот ряд семечек. И там они еще дальше есть. Но когда уже будем картошку там окучивать, и дальше прополю семечки. Ну и здесь под вишню, вот под крыжовником. Все это пропололо. Это утром я все сделала. Встала рано и в огород. Не жарко. Ну в курточке. Курточку одевала. Прохладно было утром. Все дело сделала. Потом поехали в Купида. Приезжали гости. Уже сейчас только проводила. Вот что мне привезли. Мясо. Мясо баранина. Сейчас я буду его, ну как сказать, обрабатывать, обрезать. Все раскладывать. По холодильникам. Так. Я включила камеру. Я же ее говорила, не буду включать. Я включила камеру. Пускай она холодно пускает. Еще я утром сварила варенье. Варенье со смородины. Вчера Вову обрывал. Я сделала пятиминутку. Как бы вам показать. В общем, тут немного, не знаю, литр, может чуть больше. Пятиминутка варенья. Еще не раскладывала ничего. Сегодня день самошедший. Вот как уехали потом в Купино. Ой, какой оно желейное сделалось. Как уехали в Купино и приехали уже, черти, во сколько. Поздно. Поздно. Вот так вот. Ну, вареньем я сегодня заниматься точно не могу. Пускай стоит до утра. Утром баночку разолью. Сейчас займусь мясом. Вот это мясо нужно мне все обработать. Ну, а здесь вот сбой на пирожки. Печень. Легкие. Сердце здесь. И почки, по-моему. Это все я перекручу. На пирожки пойдет. Так что мы с мясом. Дай Бог здоровья моим родственникам. Обеспечивают нас. Спасибо им огромное. Друзья, сегодня видео такое. Небольшое. Ой, гоня, лохматые. Буду с вами прощаться, потому что время уже много. А у меня дел полно. Сегодня, наверное, допоздна буду возиться. Прибирать все. Еще же молоко вам не показала. Две, трехлитровые банки еще молока. Я поставила пока в холодильник. Но я их потом тоже разолью. И в морозильную камеру. Чтобы у меня было молоко подольше. Ну и все, друзья. Буду с вами прощаться. Всем всего доброго. Всем здоровья. Всем всего хорошего. И всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok